Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня мы поговорим о ситуации в Донецке, что происходит на самом деле. Видео это связано больше с паникой и вспышкой коронавируса по всему миру. Так что усаживайтесь поудобнее, не забывайте поставить лайк, написать комментарий внизу под этим видео. Ну что, мы начинаем? Сейчас я нахожусь в районе парка Щербакова. К сожалению, солнце прям в глаза светит, но ничего, мы немножко камеру вправо будем отворачивать. И поговорим, что на самом деле сейчас происходит в городе. Как вы все знаете, в мире вспыхнула чума под названием коронавирус. Я думаю, вы и так прекрасно понимаете последствия этой всей болячки. Но скажу одно, это грипп, который вызван коронавирусом. Прежде всего, следите за собой, мойте почаще руки, дезинфицируйте вокруг себя всю технику. Ну и конечно, ни в коем случае не прикасайтесь грязными руками к слизистой оболочке. Глаза, нос, рот. Потому что этот вирус передается через слизистую. В сети я вчера нашел пару-трое фотографий, да и обсуждение, что в Донецке разбирают все продукты. Связан этот ажиотаж с этим гриппом. Поэтому хочу продемонстрировать, что на самом деле сейчас происходит в городе. Что касается блокпостов, то действуют ограничения по поводу въезда лиц, проживающих на той территории, куда они не едут. К примеру, у Васи прописка донецкая, он хочет попасть в Киев. К сожалению, он в Киев не попадет. Если у него киевская прописка, то в Киев без проблем он проедет. Аналогичная ситуация, если у Валеры прописка донецкая, то Валера с Киева приедет в Донецк без вопросов. Назад уже дороги нет. Справки переселенца, еще другие весомые аргументы действуют только в индивидуальном порядке. Что касается продуктов в магазинах. В основном люди преклонного возраста скупают все. Крупы, сахар, туалетную бумагу. Из молодежи я вообще практически никого не вижу, чтобы затаривались по 10-20 пачек круп. По всему миру мы видим примеры, что в странах Европы прямо аж дерутся за эту туалетную бумагу. Ну, я еще такого не видел. Мы сегодня сейчас зайдем в Геркулес. Он там, он стоит. И посмотрим, какая же реальная ситуация. Как насмотришься этих фейковых новостей и уже как-то особо желание пропадает вообще верить этим всем новостям. Еще чем вызвана паника, так это, к примеру, Григорию нужно пойти купить пачку риса домой. У него нет. Ну, закончилось. А перед этим 10 человек пришли. И каждый, не то чтобы взять по одной, по две пачки для использования крупы дома в обычных целях. Он взял 10 пачек. Соответственно, весь товар, который предназначен, к примеру, для меня, для остальных людей, пришедших после этого человека, им, соответственно, не хватает. И поэтому возникает дефицит и паника. Ну, мы сейчас посмотрим, как это все на самом деле предстоит. Я вообще не вижу смысла закупаться. Ну, сколько вы закупитесь? 10 тонн, 20 тонн. Потом выкинете все. Машка моль заведется. Пожрет вашу гречку или рис. И что вы потом будете делать? Прежде всего, как показывает Китай, должно быть сплоченность команды. Должны быть правильные и четкие решения. Не сделаны они в попыхах и в спешках. А с дуру, знаете, можно такое наворотить, что потом не разгребетесь. Зайдем мы сейчас в супермаркет. Это довольно большой магазин. Ну, и посмотрим, какая там обстановка с продуктами первой необходимости. Ну, как видите, вся парковка заставлена. Так что, друзья, не паникуйте. Все в порядке. Вам еды хватит. Вы все равно все не скупите. Вам будет мало, мало, мало. Ну, это касается больше людей преклонного возраста. Молодежь хоть как-то в соцсетях понимает обстановку. Где фейка, где выдумки. Поэтому сейчас зайдем и глянем, что там в реальности творится. Людям, которым действительно нужно купить что-то, они не купят, потому что все разгребли. Из-за этой чертовой паники. Так, ну, люди делают покупки. Здесь овощи, фрукты есть. Все. Без каких-то проблем. Апельсины. Ну, мы на каждом виде товара не будем зацикливаться. Смысла нет. Кому интересно, вы можете плейлисты открыть. И там посмотреть все интересующие вас продукты. Мы сейчас пройдемся на крупы. Глянем. Соки есть. Вот консервы стоят. Здесь овсянка. Каша. Это баранина. Ну, в принципе, все как обычно есть в наличии. А то, как насмотришься, того нет, того нет. Думаешь, да ну, это нереально все. Вот, консервы есть. Покупай, что хочешь. Ну, они, в принципе, мне не нужны. Воды валом. Упаковки стоят целые. Вот там, видел, берут. Вот макароны разружают. Полки полные. Рис есть. Перловка есть. Ячневая есть. Манка есть. Перловка. Рис. Ну, все есть. Гречка вон там тоже есть по 52 рубля. Я не вижу вообще никаких проблем. Где они фотографируют? Где они видео снимают? Я не знаю. Все завалено. Выбирай, что хочешь. Даже если там вы, к примеру, дорогую не берете. Ну, возьмите там за 29 рублей, к примеру. Вообще без проблем. Так что, меньше ведитесь на панику. Она ни к чему хорошему не приводит. Вот тоже на развес. Чечевица, булгур. Конечно, а что она? Запрещена. Открытая. Людям показывают, что продукты есть в наличии. Конечно. Что, 21 век на дворе. А то люди паникуют. Нет продуктов. Ну, тоже бывают такие единичные случаи. Вообще все есть в наличии. Без проблем. Покупайте, что хотите. Что касается хлеба, хлебобулочных изделий, тоже все есть. Тоже хлеб, к примеру. По 30 рублей. Там 26, 24 вот есть. 18 батон. Так, ну, по алкоголю мы проходиться не будем. У нас цель продукты показать, что все есть в наличии. Даже для особо таких паникеров есть, продают даже сахар, муку в мешках. Да, это у нас мука. 215 рублей за 10 килограмм. Колбасы тоже висят, все завалено. Так что это все, друзья, не соответствует действительности. Да, есть определенный спрос. Люди переживают, думают, что не хватит. Но чем больше вы будете наводить панику, тем больше у вас будет проблем. Надо все делать четко, ровно. И тогда не будут последствия. Ну, я думаю, смысла больше нет показывать вам. Основные товары я показал. У нас не ценовой влог. Цены, я думаю, вы и так прекрасно все знаете. Очереди на кассах есть. Ну, конец рабочего дня. Люди после работы делают покупки. Это все закономерно. Вот здесь слойки даже по 40 рублей для быстрого перекуса. В принципе, все, что хотел, то я вам и показал. Друзья, будьте всегда внимательны. Не поддавайтесь панике. Также не поддавайте других людей панике. Все будет нормально. Как-то это все дело переживем. С вами был Виконс. До новых встреч. Пока-пока.